Я думаю, что просто если бы Миша был в такой глыбе заморожен, то его бы очень быстро освободили, я так считаю, потому что там просто вот там жесть какая-то, эти вот фанатки все маленькие, они бы очень быстро растопили. Вот, ну вот было такое, да, место, где в глыбах льда стояла техника, на самом деле просто корпуса стояли, насколько я могу понять, но это забавно. Вот, переохлаждение, да может и заработал бы, но черт бы с ним, с этим Мишей, будь он проклят вообще. Миша, Комик-Кон, я тогда еще сказал, Комик-Кон мертв, Миша убил его, потому что с середины дня субботы Комик-Кон, все, он как бы был полностью занят Мишей и его молоденькими фанатками. Вот, сидя, кстати, и вот сидя, собственно, в бизнес-зоне, мы поняли одну чудесную вещь, что на самом деле для тех, кто хочет искать косплееров, дочь сериал смотрит, но не фанатка этого Коллинза, и слава богу, вот, потому что мы видели просто толпы этих фанаток. Комик-Кон умер, да, не успев родиться, не успев отпраздновать первый день рождения. Вот. О чем это я? Мы сидели в бизнес-зоне и поняли, что это самое лучшее место для тех, кто ищет косплееров. Потому что ты сидишь такой, вот как в той поговорке, да, что можно сидеть на берегу реки, и рано или поздно труп своего врага проплывет по ней. Вот. Я точную формулировку ее не помню просто почему-то. И можно также сидеть в бизнес-зоне. Короче, ты сидишь, и рано или поздно через эту бизнес-зону пройдет абсолютное большинство косплееров. Потому что их достанет ходить по павильонам, они захотят тишины и покоя, и рано или поздно каждый из них, или абсолютнейшее большинство, пройдет через эту бизнес-зону. Поэтому в какой-то момент мы заметили, что там пришли прошаренные фотографы, разложили там все свое оборудование, установили, и просто точно так же начали ловить косплееров. То есть косплееры приходят, им говорят, вот давайте вот сюда вот отойдем, мы вас сфотографируем. И фотографируют. Отлично. Не нужно таскать с собой это оборудование, не нужно там в зале, в толпе пытаться там при плохом освещении настроенном кого-то сфотографировать. Ребята сделали правильно, пришли, поставили в стратегически верном месте свое оборудование и просто снимали всех, кого нужно. Там, кстати говоря, вот когда мы там оказались, мы связались с Алексеем, чтобы он как-то тоже к нам присоединился. Он пришел не один из толпой бэт-персонажей, он еще ответил тогда, что я сейчас приду с Бэтменом. Он Джокера отыгрывал, сейчас приду с Бэтменом. Мы дождались, да, действительно он появился, буквально там на пару минут к нам подбежал. Я вот успел сфотографировать нас всех вместе, втроем, можете посмотреть у меня в инстаграмчике. Вот, и снова убежал по делам, потому что у него там съемки, там его, собственно, эти фотографы поймали на съемки и прочее. Он действительно был очень-очень занят во время Игромира, о чем сокрушался, что не может с нами больше времени провести. Вот, так, собственно, прошла примерно суббота. В субботу мы уже, так по-моему, ни с кем после этого не встречались, после субботы вечером. Потому что в воскресенье мы уже встретились с Сашей на Игромире. Вот, и воскресный Игромир, он такой уже был на отходнике, потому что самый жесткий был субботний. Есть инстаграм, да, у меня есть инстаграм. Можете, кстати, кинуть ссылку, если кто-то будет сейчас искать в чатик. Киньте ссылочку в чатик, может кому-то полезно будет. Вот, или хотя бы... Ну, короче, ладно, разберитесь сами там, фиг с вами. Вот. Ну, а что, нет, кому надо, тот найдет. У меня Сибириан Леминг, окей. Просто найти. Вот, о чем я говорил? Воскресный. Воскресный Игромир был на отходнике, хотя нас пугали предварительно, что воскресный самый жесткий бывает. В этот раз самый жесткий был субботний, плюс мы изначально прикинули, что в воскресенье на этом самом, как его, на Камик-Коне мало, чем можно будет заняться, потому что в воскресенье на Камик-Коне весь день был расписан под Мишу. То есть, у Миши такое серьезное расписание вообще было на Камик-Коне. То есть, там у него, вот там идет, например, раздача браслетов на автограф-сессию. Причем там эта раздача браслетов еще не заканчивается, но уже начинается автограф-сессия. Потом, когда эта автограф-сессия начинает подходить к концу, там начинается раздача браслетов на фото-сессию. Соответственно, там все с наслоениями, чтобы максимальное количество 12-летних девочек успело все это дело получить, и получить доступ к комиссарскому телу, хоть ненадолго. Зачем он нужен-то был? Так ладно, окей, неважно, не хочется об этом думать даже. Вот, это, и вот так был расписан весь, все воскресенье. То есть, там буквально в 10.05 начиналась там первая выдача этих браслетов, и до 6.20 даже там вроде как, хотя Игромир закрывается в 6. Миша проводил весь занятый в фотосессиях. Миша, будь он проклят, Коллинз, да. Прямо что-то не складывается тем временем. Не складывается. Улики. Переосмыслить нужно. Да, надо переосмысливаться, рассказывать дальше. Вот, но зато в воскресенье нам удалось дождаться там Александра со всей их чудесной компанией. Вот опять их троих мы там обнаружили где-то в середине дня, я не помню, что-то часа в 2-3, наверное, мы их встретили. Нет, наверное, раньше. Ну, неважно, короче. Мы их встретили, походили с ними, показали им какие-то такие, постарались показать им более-менее интересные места. Вот посидели, поиграли в, да, Темный Властелин. Вот, собственно, походили еще там, пофотографировали то, что возможно было пофотографировать во всей этой обстановке. После чего мы решили, что что-то тут как бы уже благодаря Мише больше смотреть, собственно, не на что. Мы, кстати, еще когда сидели, играли в Настолку, там периодически это начиналось. То есть, Миша, Миша, потому что мы сидели, там как раз так стенка огорожена. Кстати, по поводу Миши еще. В субботу, когда к нам пришел Алексей в образе косплеера, то он нам рассказал. Мы пожаловались ему на толпы 12-летних фанаток Миши Коллинза. Он рассказал, что они настолько потеряли вообще контроль над собой, что в порыве страсти, направленной на Мишу Коллинза, бесчисленные толпы 12-летних девочек просто снесли нафиг в труху стенку в гримерную косплееров. Их ничто не могло остановить, они снесли нафиг стенку в гримерную косплееров в том числе. Вот такой вот сопутствующий ущерб, сопутствующий выступлению Миши Коллинза, появлению Миши Коллинза на Игромире. Вот. Поэтому в воскресенье в какой-то момент мы пришли к выводу, что, собственно, делать тут больше нечего. И почти с половиной Игромира мы в итоге ушли просто там в один из соседних, в одной из соседних громадных зданий, да, в котором посидели там на фудкорте. Вот, кстати, да, там тоже забавно было, когда вот... Ну, мы как-то так с Мариной, в общем, очень, как оказалось, очень скромно поели. В том смысле, что немного, вот. Александр долгое время ждал. Он, кстати, вообще... Что, кстати, Александр, нужно отметить, что он совершенно, так сказать, чудесно воспитал свою девушку. Вот. Она... Пока он сидел за столом, пока он сидел за столом, она ходила и выбирала для него еду, которая ему должна понравиться. Вот стояла за него в очереди. И он в это время чудесно себя ощущал в роли такого вот, того же самого. Потому что когда мы играли в Дам, темный властелин, он был темным властелином. Вот. Он, видимо, не успел выйти из роли и так же сидел за столом, так развалившись, и чудесно ожидал, пока ему принесут еду. Вот. А потом он поедал вот этот вот 30-сантиметровый сабвеевский сэндвич. И я понял, что я со своими жалкими 15-ти сантиметрами сэндвича сабвей, конечно, совершенно не настолько мужественен, насколько Александр. Да, я тут слушаю, кстати, советы тех, кто в чатике пишет. Там по поводу дедуктивных методов, но у него всех получается. Вот BabyTiger тут предложил идею, но она не сработала. Так что продолжали. Окей. Так, тут какую-то ссылку кинули еще. Инстаграм. А, на Инстаграм. Окей. Так вот, посидели с Александром, с его друзьями и с его девушкой, чудесно тоже пообщались, опять-таки. В очередной раз послушали о том, что там изменилось за те полтора дня в сообществе настольных ролевых игр, конечно же. Вот, и о его планах там, и прочем. И, а, нет, об этом еще. Хорошо, окей. Ну и, собственно, на этом вот как-то... Так, кстати, мне потом чуваки сказали, что в воскресенье в бизнес-зоне наливали алкоголь и вообще пускали и прессу, и разработали... Нифига себе. Да, кстати, мы в воскресенье пытались прорваться в бизнес-зону, но нас не пустили туда с Мариной. Вот, сказав, что типа все, давайте, до свидания. А вот она сейчас пишет, что в бизнес-зону все-таки пускали и наливали. Да что, то есть это наливали на останках стендоваргейминг, что ли, наверное? Так, какого рода вообще? Просто я их встретил в аэропорту, они пьяные и веселые были, да? Типа им там поналивали уже. Ну окей, хорошо. Не, ну я готов в это поверить, конечно, почему нет. Вот, ну и вот мы как бы так досидели там в итоге в окрестностях Игромира, мы досидели до вечера, когда уже нужно было нам отправляться на метро по нашим всем этим различным станциям, кому куда, и отправляться вот назад по домам. Все, так вот оно и прошло. Все, что ли, все рассказал? Все, ну все, что вспомнил, все рассказал, а что? Давай туда Шерлоп Холмсу играть, но немного дать дело. Ну давай уж, поехали. Если у вас какие-то вопросы есть, пишите, я постараюсь ответить. Как доктор Мацин, это вообще 100% отыгрываешь роль, не вдупляющее вообще ничего. Происходящее, да? Класс. Вот, ну я могу сказать, что, конечно, частично это, частично такое вот, что ли, сумбур всего происходящего и моего рассказа, связанного с тем, что это был мой первый игромир, да, так же, как и первый Комик-кон. Конечно, если я, такие, когда я там окажусь в следующий раз, когда я там окажусь в следующий раз. То есть прямо уже так, как тебе понравилось, что еще хочу поехать? Я бы поехал, да, я бы съездил еще на Игромир, мне понравилось, мне понравилось мое пребывание на Игромире. Вот и в Москве вообще, в принципе, хотя Москву особенно посмотреть не удалось. Вот, ну, возможно, вполне возможно. Так вот, конечно, я бы совершенно иначе распланировал вообще все происходящее в эти дни, очень бы уделил, наверное, гораздо больше внимания каким-то таким другим вещам, которым хотелось бы уделить больше внимания. Вот, ну это все, я надеюсь, можно будет нагнать в будущем. Вот, чей косплей понравился больше всего? Ну, Панда клевый был, Терровский. Да. И, так, и кто еще? Ну, Алексея был объективно очень клевый косплей. Очень клевый косплей был Алексея. А остальных, ну вот я бы отметил советского космодесантника, но я его видел и раньше. Вот, поэтому я не буду его отмечать. Ну, нет, было довольно много крутого косплея. Кстати, был классный вот этот парень с ростом под 2 метра, который бордерлендовского бандюка отыгрывал. Вот он прикольный был. Wargaming'овские девочки, да, были хороши, но они выглядели как вот-вот как бы модели в платьишках. То есть девочки хорошие, но в плане косплея, конечно, я бы не стал их прям отмечать. Но да. Да, да. Кстати, был косплейщик из Калининграда, косплеил Де Строука. Ну да, я видел там Де Строука, даже не одного. Там Бэйн был тоже неплохой. Сам покосплеить? Нет, не хотел бы. Серафим, да, Серафим на фоне. Ну как, ну окей, да, такая смелая. А, был прикольный косплей Пупырки. Кстати. Такой. Вот косплей Принцессы Жвачки был неприкольный, потому что там должен был быть косплей Пупырки. Вот. А косплей Пупырки был реально такой, в тему такой был. Такая, такая девочка такая в теле была, и с костюмом Пупырки вообще норм. Сейчас, пока она сейчас совпадает здесь вроде как. Хорошо. Нет, я не сфотографировал Пупырку. Мы ее только в толпе увидели. Чуваки предлагали поехать покосплеить заодно. Кого тебе, Марин, предлагали покосплеить? Интересно. Какого-нибудь персонажа, игр Таргем? Тыкай, все. Шанс в итоге совпадет. Пишет тебе Марк. Не, Марк, ты не прав. Здесь все не так просто, как в том деле было. Это дело гораздо сложнее. Было, да. Кстати, были девушки Киви. Из Старконфликта. А, куртка из Старконфликта. Ну, я, да, я, кстати, так подумал. Взять из Старконфликта. А, ты же говорила. Точно. Точно. Господи, я уже забыл совсем. Да. Одеть курточку и все. Надеть курточку, блин. Надеть курточку и все. И ты уже косплеишь Старконфликт. Чувак, отлично. Не, ну они же были в майках демиургов. Поэтому они, я думаю, норму Таргемовского косплея уже отработали за тебя. Так что, ничего страшного. Вот. Что, есть какие-нибудь еще вопросы по поводу Игра Мира? Я готов ответить. Или вам вообще больше ничего не интересует? Человек специально ехал, конечно. Деньги тратил. Все ради того, чтобы вам рассказать. Вот сейчас, на стриме, в прямом эфире. Да, да. Именно так. Меня уже спросил Марк. Хотел бы я... А у вас будет интересно, да? Нет. Спрашиваю, не хотел бы я кого-нибудь. Нет, меня не интересует это. Спасибо. Вопрос про итоговую сумму. Ну, достаточно серьезная. Я как бы не хочу... Нет, понимаете, сумма, она в серьезной степени зависит от того, как было добраться. Если вы близко, то вам добраться просто. Если вы далеко, то вам добраться сложнее. Для меня основная статья расходов была на дорогу туда и обратно. Вот я что могу сказать. Наверное, не знаю, может быть даже половина, что или что-нибудь в этом духе. Если вам добраться проще, чем мне, то у вас сумма будет другая. Вот и все. Если сложнее, то, соответственно, тоже. Разрываясь между двумя интересами, мне нравится игра очень и любопытно ее посмотреть, и при этом любопытно послушать с Лемминга. Что же делать-то? Во что бы хотел поиграть из того, что было, но не успел? В Ведьмака, естественно. Нет, нет, ну нет, Ведьмака там и нельзя было поиграть. Вот Марина спрашивает. Из того, что было, но не успел. Да, честно говоря, честно говоря, я бы, может, поиграл в Mortal Kombat, но у меня не было особенного такого интереса к нему. Но руки не заточены? Нет, в Mortal Kombat можно. Там стики не нужны. У меня со стиками проблемы. У меня со стиками проблемы. Если стики не нужны, то вообще без проблем. Под безстиковый геймпад у меня руки нормально заточены. Достаточно заточки под безстиковый геймпад. Вот. Во что бы хотел... Не, ну если, как бы, из того, что там, в принципе, было, но не давали поиграть, то, конечно, я бы хотел поиграть в Ведьмака, и мне интересно посмотреть все-таки, что там у них получится из седьмых героев. А так, я ничего такого, честно говоря, не припомню, наверное. Со стиками у него проблемы. Да ладно. Запивать-то. Что, нам Марина тебя все позорит? Да-да-да, все, да, позорит меня. Вот. По поводу бивня, я не знаю. Я решил на него не идти. Поэтому, честно говоря, ничего не могу сказать. Там был даже закрытый... Можно было попасть на предпремьерный показ, но я тоже не пошел. По поводу бивня, поэтому... Ну, Кевин Смит... Что за бивня? Фильм Кевина Смита, режиссера, который снял такие фильмы, как Клерки, Клерки 2, там... Догма. А ну Догма видел, да? Догма, да. Он же, кстати... Догму видал. Он же Молчаливый Боб, он играет в своих фильмах. А, есть. Вот. Ну, я ничего не могу сказать по поводу бивни. Ну, Джей Молчаливый Боб, да. Слышал, что в Mortal Kombat могут ввести какого-то русского богатыря. Не знаю. По Mortal Kombat ничего не скажу. Ну, наверное, могут. Почему нет? Я думаю, что это возможно. Русский рынок все-таки окучить дополнительно. Есть же... Давно же есть Street Fighter из Ангив. Что бы в Mortal Kombat они ввести его. А что, ну у меня правда, Марина, проблемы со стиками в конце концов. Ты же сама видела. Ты же сама знаешь, что у меня проблемы со стиками. У меня вот как бы большие пальцы, они это... Фигово работают. Очень, да. Очень большие-большие пальцы, они фигово обращаются со стиками. Видео по Игромиру нет. Сильно не уверен. Потому что конкретно видео я там не снимал, потому что, по большому счету, особенно снимать там лично для меня было нечего. То есть я не мог там ходить вот так вот с телефоном и такой там песенку чукчи петь. Вот. А так просто что-то поснимать нет. Может быть я что-то и сделаю такое, коротенько там, нарезав фоточек, да. Но я пока даже не думал об этом. Забыл упомянуть фильм Кевина Смита «Рэд Стэйт». Потому что я лично «Рэд Стэйт» не смотрел. Мне больше интересно именно комедийное его просто, как вы могли заметить, ипостаси режиссерская. Поэтому я не упоминал эти фильмы. Мне вообще не нравится «Догму» и «Догму-2» так как-то посмотрел. Она всего одна. Вторая же есть. Нету. Нету. Есть «Клерки» вторая, уверен. Я бы знал. Пишут «Вечерний посмысленный Леминг». Об этом что-то нету на таком же. Нет, есть, есть это, есть, блин, господи, «Догма» и «Джи» молчаливый «Боб» наносит ответный удар. Но это не продолжение. А, ну вот я понимаю, я говорю. А что значит «Вечерний посмысленный Леминг»? Я не понимаю, о чем речь вообще. Просто. Просто «Вечерний посмысленный Леминг». Так, вот, короче, сейчас оставил, но у меня что-то не вяжется. Версия, версия. Либо поезд. Подскажите мне поезд, куда его утопили все-таки, или его в шахте взорвали. Вот у меня два известных версии. У кого какие предположения? Кто там за игрой следит? Если хоть один только человек есть, кроме... Да, там вселенная одна вью-эск-ю, так называемая. Вью-эск-юниверс. Но, да. Но фильм это разное. Что там у нас? Какие улики? Да вот в чем не знает. И сарай был разобран. Как-то у меня не вяжется все. Бэйбитаггер не может подсказать, она отвлекается, упускает момент. Тебя слушают, но в меня на расследовании ведутся. Конечно. Давайте, задавайте еще. Я как пресса был аккредитован, да. Причем как видеоблогер значился. Все друг другу противоречит, пишут. Заблудились, заблудились. Спортил, да. Как Миша Коллинз убил Комик-Кон. Также я убил стрим по Шриллку Холмсу. С своим рассказом об граммире. Непонятно. Да я уже ответил, что я был аккредитован как пресса. Блин, сколько можно это спрашивать? А, стенды Wargaming, кстати. Да, там был громаденный в этой... Там, кстати, не было стенда Гайдзинов, как было в прошлом году. Был громаденный стенд Wargaming. Там почти, я не знаю, на треть киберспортивного павильона. Там у них была одна часть стенда чисто киберспортивная, вторая, на которой доклады какие-то делали. Не знаю даже какие. И была там еще, по-моему, ретро-комната. Судя по всему, насколько я понял, с их старыми играми, о которых они тоже не забывают и рассказывают о них. Вот. И там было круто, потому что там прямо на этом киберспортивном экстенде проводились соревнования. Вот. А в бизнес-зоне у Wargaming был бар, и, судя по всему, они показывали свой World of Warships. Я так понимаю, они показывали его в бизнес-зоне. Но я не ходил. Мы не ходили. Мы не пошли туда. Нам там подумалось, что неинтересно. Я показать цепочку тут нашел. Но говорят, там наливали. В смысле, по теме поездки? Ну, говорят, там наливали алкоголь. Вот. На зоне. На стенде Wargaming в бизнес-зоне. Вот. Ну, стенд очень крутой был, кстати. Можете даже посмотреть, найти фотки в Инстаграме. Они, конечно, не демонстрируют, потому что нужно было реально снять видео. Там у них прям вот на всю стенку такие высокие были шестернями украшены стенды. И эти шестерни вертелись. Ну, круто. Круто. Стенды с гонками были, но поскольку я не по этой теме, я не особо там задерживался. Там было несколько стендов гоночных. Да, было. С разного рода играми. Вот. О чем еще пишут? Wargaming, гайдзинов. А, гайдзинов не было, но снаружи, снаружи, снаружи прям всего этого комплекса выставочного был Mail.ru-шный стенд, посвященный их игре по танкам, которую, я напомню, для Mail.ru делала и делает сейчас до сих пор компания Obsidian. Игру по танкам. Их убийца World of Tanks, условно говоря, какой-то, я ничего о нем не знаю, потому что не интересовался. Там стояли танк, стоял БТР. Вот, был стенд Крю. А, да, был стенд Крю. Был там что-то в рамках PlayStation'а, что-то еще было. Какой-нибудь Drive Club, скорее всего. И был еще какой-то стенд, где стояли две машины, и постоянно две девки тусовались. Но я как бы вообще, ну, не погонный, не по автосимуляторам, поэтому ничего не могу сказать. Что касается материалов, ну, вот уже материалы есть, в принципе, World of Speed. Я нашел, куда поезд посумелся. Да? Ну, наконец-то. Да, его перевезли на тяжелые баржи. Ага, вот это поворот. Это поворот, да. Вот, ну и на чем я остановился? Собственно, ну, круто было у Wargaming'а. Круто, да. Я забыл, о чем я говорил. А, какие материалы будут, полен? Точно. Короче, материалы. Которые не болезнь, а спит. Ну, а, окей, я понял. Не, ну я понял, Марина, что ты. Да-да, так просто шуткуешь, наверное. Хорошо, тогда неплохо. Вот. Господи. Что я хотел сказать-то? Сбили меня. А, DrunkenSill я спрашивал, какие будут материалы. Ну, я уже сказал, что фоточки, в принципе, в Инстаграме я уже, наверное, все, которые я хотел опубликовать, опубликовал, которые достойны публикации. Можно их там все посмотреть. Что-то, наверное, напишу по поводу моих впечатлений. Но это будет в ВКонтакте написано, потому что где еще писать. Вот. По поводу видео, я не знаю. Если я сподоблю что-то сделать, то это просто будет, как бы, видеоряд под вот эти вот все фоточки и что-то, может быть, скажу. Но я даже не уверен, что я буду это делать, потому что вот я сейчас... А, кстати, да, вариант реально вот это. Вот эту штуку выложить на канал. Да, вполне-то он только рассказал два часа почти. Да, под соусом якобы рассказа об Игромире. Точнее, якобы игры в Шерлока Холмса. Че, что-то все не совпадает. Опять? Все еще не совпадает? Да, все еще не совпадает. Маловато будет. А что ты хотел? Не, ну, про Буф Бейпс, Бу-Бейпс, который ты просишь, там не было прям Бу-Бейпс таких вот в стандартном понимании. Там были забодиарченные девочки Терры, но у них даже, как бы, у них, они были с грудьми, с грудьми, на которых были накладки. Вот. Ну, ходили. Ходили косплееры в различной степени одетости. Причем эта, как бы, степень одетости была обратно пропорциональна количеству собравшихся вокруг них людей, конечно же, и мальчиков 12-летних и прочего, которые очень хотели их фотографировать. Вот. Да, про них я шучу. Не, ну, тем не менее, это, как бы, это важно. Так, Марк какой-то Линк кидает тут снова. На какой-то Коуп там. Наверняка что-то очень смешное, а Марк всегда очень смешные вещи кидает. Так, что-то там. Сейчас посмотрю, ну, что там Линк бросили. Ну, кстати, Панда был прикольный. А, вот. Тут Блад Мэри кинула Линк на мою фотографию этих шестерней варгейминговских. Варгейминговских. Крутые шестерни. Ну, видео действительно получилось бы круче. Жаль, что что-то не доперло. Ну, вот. Было бы прикольно. Так. Ну, я не знаю, что. Вопросов больше нет. Мне нечего говорить. Посмотрю, как там улики складываются. Да, что-то все хреново. Надо еще что-то искать. Здесь сейчас у меня расклад такой. Судя по карте, этот поезд ехал вот здесь. О, боже. Господин президент. Ну, тут уже он свернул и не проезжал вообще. Вообще ничего не проезжал. А, нет, нет. А где он там? Где он там может проехать вот до этого берега? Интересно, где же нет? А, понял. Короче, он проехал Бридлингтон, Честерфилл. Он проехал. Я с другой стороны смотрел. Все, понял мою ошибку. Он проезжал в Честерфилл, а в Донкастере он уже свернул к озеру. Ту-ду-ду-ду. Вот так. Он с той стороны выехал. Понял ты? Все. Сейчас ты попробуешь это сложить вместе. Так. Проехал Честерфилл. Так. Кстати, забавная была еще история. Я сейчас вспомнил вдруг. Когда Саша сказал, что ему нужно встретиться с ребятами из 8 бит. Угу. Ты в курсе, кто это? Да, это эти... Вот. Это какая-то, короче, какой-то там... Азуритный вновь, да. Образовалось там некое сообщество, насколько я понял. Я просто не слежу за всем этим, поэтому я не знал. Он говорит, окей. И он, короче, с ними встретился там на одном из стендов, потом вернулся к нам обратно и рассказал об этой встрече, которая прошла удивительным для него образом. Он такой пришел, типа поздоровался с ними. То есть они поздоровались и сказали ему, ну все, типа, мы пошли. Вот такой, окей. Они вроде как предполагали, судя по его версии, что он пойдет с ними, но он с ними как бы не пошел такой. То есть встретились, попрощались, разошлись. А с кем с ними-то именно? Ну с кем? Ну с тем, кто был там, я не знаю, он говорил о каком-то человеке в шляпе там с какого-то канала, но я ничего не запомнил, потому что я все это... Все поняли. Да, я все это не... О, кстати, косплееры Mortal Kombat были всякие разные. Не, в основном это были, конечно, ниндзя Mortal Kombat-овские. Кстати, больше всего этих было черных, которые каком-то там смоук, по-моему. Смоук черный, я не помню. Аллилуйя. Нужно было предположить, что поезд могли утопить, хотя его на самом деле повезли. Поезд утопили в капленном карьере. На подобные мероприятия мирового масштаба в ближайшем будущем точно не собираюсь, потому что даже, даже как бы поездка на игромир это довольно непростое мероприятие. До мирового масштаба мне пока далековато, ребят. Это даже проблема не в том, чтобы там далековато, это я подозреваю, что весьма накладно будет просто. Поэтому нет. Ну, хорошо, что складывается, в принципе. Ну, что, тут поезд утопили, но на самом деле у него утопили нифига. Вот в чем дело, его перевезли. Странно, если ты уже вроде как знаешь, что его перевезли, но тем не менее все равно тебе не складывается. У меня еще улик не хватает где-то, понимаешь? Ага. Вот что такое. Сейчас посмотрим. Почему в Питере таких... Марк сокрушается, почему в Питере таких масштабных мероприятий нет? А почему где-нибудь еще их нет? Логично. Но в Питере же был... Ты вот ездил там, Роликон Север, или как он назывался? Да, Роликон Север был. Вот хоть что-то. И Марк там, между прочим, был. Но это... Ой, Марк. Ой, опять мексиканцы встретят. Ну, хотя бы что-то происходит. Я тебе с ним могу обалдать. Роликон Север был. Роликон Север был. Надо было бы у нас еще сюда приехать, и он опять на этом же месте и так только в этот раз не убежал. Кстати, да, на самом деле, Марк... Да из Питера в Москву тут сидит... А, нет, Марина, ну... Марк же не любит Москву. Конечно. В этом же делают. Марк ведь не любит у нас Москву. Да, хотя бы он был и давлен. Да, так он и плакался. Ну ладно, гений. Что я буду тут Марк шельмовать? Чили. Чили... Врет. В тонус Чили. Сейчас его раскусит. Что у меня есть? Так вот он... Морщины. Да, Дранкин Сейлор. Дело не в том, что я его краем только зацепил. Дело в том, что, как бы, Комик-кон был достаточно скромен, потому что это был первый Комик-кон. И там... Там, в общем-то, по большому счету, ну, не знаю, я надеюсь, Марина сейчас подтвердит, что Комик-кон был довольно скромен, и там можно было за один день посмотреть все, что тебе нужно посмотреть. И мы это, собственно, сделали, по большому счету. О Комик-коне долго рассказать не получится. А, единственное, что там на видео, как бы, демонстрации, да, мы не ходили. Но это же тоже, как бы, вопрос интереса. Да, там довольно мало всего происходило на Комик-коне. Ну, окей, для нас интересного. Наверное, кому-то, допустим, очень интересно было сходить там на демонстрации Диснея и бивня там и прочее, да. Ниша, да, мастер-класс по рисованию. Да, кстати, который тоже был омрачен Мишей, очевидно. Потому что все еще были толпы его там поклонниц. Мексиканцы будут вычислить. Угу. Если у меня что-нибудь расколется, и у меня какая-нибудь новая улика появится. Калиева. Подожди, ты уже знаешь, что перевезли на барже, а Шерлок Холлс еще нет. Нет, он тоже, но улики нужны, потому что это первый человек. А, окей, ну да. Согласен. 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 Ну вот так вот. Марина добавляет, причем, мастер-класс не сказать, чтобы очень уж захватывающе. Но ей виднее. Ей виднее. Как бы спорить бесполезно. Все опять уходит. Какое-то сомнительное действо. Я, не знаю, я ни одного другого мастер-класса не видел, тем более, и даже если бы видел, то не способен был бы очевидно оценить, поэтому склонен согласиться с Мариной. Неужели они так неграмотно там пространство организовали, что выступление Корин замешало остальным мероприятиям? Дело в том, что там, как бы, Дранкин Сейлор, там не было остальных мероприятий. Там единственное наслоение было на мастер-класс, но я не думаю, что это прям так уж сильно помешало. Это я уж так от себя, скорее говоря. Там не было фактических мероприятий. Комик-кон в основном состоял из мерчендайза. Вот, по ощущениям, по моим. И его было, как бы, не настолько много. Скукота какая-то. Ну, извините, как бы, первый Комик-кон. Что могли тут, сделали. Мишу же вон привезли. Мишу же привезли. Множество желающих было на него посмотреть. Поверь мне. Нет, слушай, поиск, скорее всего, утопили, но что-то в нем было что-то важное, и это увезли. А, то есть ты, по самому веришься, сам даже не уверен, да? Утопили тысячелетиям, скорее всего, да. Окей, окей. Да, нет, ну это нормально. Это был первый Комик-кон в России. Почему нет, вообще, мне кажется. Если они дальше его будут развивать в каком-то там интересном направлении, которое окажется правильным, почему бы нет? Происходили на сцене? Помимо сцен нигде ничего не происходило. Нет, по-моему, там что-то... Нет, смотри, Марин, ну все-таки как бы там же в рамках Комик-кону был Дисней со своими демонстрациями там и прочие кинозалы. Это тоже, но оно как-то, да, воспринимается действительно обособленно. Так что, пожалуй, что да. А, и были же, да, были на сцене выступления косплееров и профессиональных групп, которые там показывали фехтовальные шоу. Ну, короче, там, конечно, мы так часть его цепанули, судя по всему, и я лично остался не впечатлен. Я лично остался не впечатлен. Дисней, да, как-то отдельно был. У них так по 30 минут... Да, на сцене показывали Мишу, пацанов с палками и Бабблз. Бабблз, это как раз комиксисты. Насколько я понимаю, это вот именно российское издательство, которое занимается рисованием и изданием своих комиксов. Насколько я понял, Бабблз. Сейчас с Майкрофтом свяжемся, Холмсом. Через Телеграф. А, он что-нибудь, какую-нибудь наводку даст, да? Да, да, да. Конференции с нашими издательствами комиксов. Ну, там не совсем конференции. Ну, вот, был мастер-класс, и, по-моему, что-то... А, и были то ли автограф сессии, да, да, то ли что-то. Но российские супергерои, окей. Я ничего не имею против, но, извините, мне кажется, это все-таки нечто для большинства людей гораздо менее интересное, чем не российские супергерои пока еще. Хотя я... Новая связь нашлась. Хотя я считаю, что развивать это, конечно, нужно. Вот. Но... Уверен, что пока этому достаточно мало внимания отдается... Достаточно мало внимания достается, точнее, от публики. И, наверное, даже у этого есть какие-то объективные причины. Чилийцы были случайно остаться в поезде. Чилийцы. Чилийцы, да. Потому что их не было неприязнений. Так все запущено, а? Не, ну, транкинсейлер, ты путаешь понятия тогда. Переводят западные издания на русский. Может, какие-то анонсы были. А это-то зачем? Нет. Анонс того, что они будут переводить? Нафиг, надо кому-то это. В рамках Камик-Кона выйти на сцену и рассказать. Мы тут собираемся переводить вот это. Не-не-не, ну ты что-то этого, нет. Мне кажется, всем, кому это интересно, он это и так узнает. Какие в России супергерои? О-о-о-о, боженьки. Ну, зайдите на сайт Бабло, посмотрите. Ну, еще есть лично. Всякие бесобои. Вы даже нагласили все-таки у них. Это была не случайность. И прочие там красные фурии, его я вспомнил. Смотри-ка. Красная фурия, да. Я сделал правильный вывод. Мексиканцы устроили так, чтобы чилийцы остались позднее. А-а-а. Приверзла к большим действиям. Держиторам нужно действовать быстро. Вы свяжетесь с тестом, позвоните полиции. Позволите полиции решить правосудие, даже рискуя получить международный скандал. А политическая игра – это с криминальными организациями уронами. Нельзя действовать шумно, делать, требовать деликатности. Выдадите майкрофт в душу. Шанс решить проблему, даже если он получит с этого выгоду. Что делаем? Слепой правосудие, политическая игра. Давайте голосовать, господа. У нас 74 человека в чате, те, у кого есть доступ. Голосуем. Да, голосуем. Что это? Слепой правосудие? Направьте смс с текстом один на короткий номер. 5 рублей. 5 рублей всего. Так, 2 человека за политическую игру. Что это? Делаем ставки. Или слепой. Политическая игра. Ну вот уже 3 человека за политическую игру. Самые. Это все я виноват. Я сразу сказал политическую игру. Да, но может быть, если слепой правосудит, значит мы отдаем это политической. Политическая игра, мы отдаем это майкрофт, то и типа ЦРУ местному. Ну политическая игра. Пока идет политическая игра, да. Подтвердить свой выбор, да. Все, дело в шляпе, господа. Сейчас мы куда-нибудь приедем и узнаем правильный ответ. Ну конечно, блин, он тут помучился немножко еще. Тебя услужать и игру проходить. Ну смотри, мы прошли целое дело. Правда, он занял дольше на 18 минут, чем тогда мы с Марком, когда играли. Ну может и дело длиннее, черт знает. Сейчас поглядим развязочку. Дело закрыто. Совместить приятное с полезным, да, Львис? Да. Ах, но я знаю, что, смотри. Ты у тебя есть свои идеи. Что они, Холмс? Игромир. Комик-кон с Игромир. Ты знаешь, сейчас, я сейчас, читаем пока что-то есть. Я сейчас играю в баннер-сагу на iPad, очень хорошая игра. А, кстати, она недавно там действительно, да, вышла. Если, если, ребят, вы, если вы, ребят, обладатель и хотите, обязательно поиграйте. Игра очень крутая. Да, хорошая, хорошая. Давно ждал такую. Там была такая стезическая составляющая. Она сложноватая, конечно, боевки сложноватые. Ну, да. Не, не, однозначно, как-то там урона просчитается. А, там очень простая, при этом, очень простая в понимании, но очень сложная, как бы, при этом в мастеринге система. Это, как говорится, знаешь, easy to understand, hard to master. Это называется обычно. Нет, это поделал. Что здесь? Директоров компании утопили за доплённую карьеру вместе с поездом. Нам нужно загнать, что загнать? Виновник в углу, для этого ещё не конец дела, что ли. А мы сейчас навсегда встретимся с ним. Как вы собираетесь заказать? Как вы не говорите, что вы не ругаете в озере? Ха, вы можете быть уверены, что я у меня гораздо лучше. Мы не увидели наш коррекционный стационар, как мексиканский друг. Конечно, вы уже есть планы, но давайте. Однако, это ещё не конец, ещё чуть-чуть осталось. Однако. Дело ещё не завершено. Не лиokmanic пронистящий, ониダ Candrace еду. Хорошо, что это конец любви, интересно, они всё. Да, Г hi b Вraszam ist Е-ме NL Снеги Насти diss Яringo Если сочто Из summ情 Концент В ответ Я не знаю, 차 Подставку Мухом Он испугался С Mir Из конец Скайц ловлю на живца киевс важная информация по делу вот тут ты выпил конкурент геймбер но и граждан нашел в билетике на скачке как он был футболин вот тут он сейчас куда ты побежит скорее все прятать и прятать улики а это не за саду устроили ватсон любит же оружие некоторое время спустят уже вижу сейчас он уже с мексиканцем есть договориться он чувак на дрезине подъехал вся бригада в сборе а нет джентльмен вырисовывали ха шибись я тебя вспомнили немножечко карамба закричал кстати там был стенд карамба тв я правда только мимо ходил а я как ватсон успел стрельнуть куда надо красавчик я всегда знал что ты был талантливый марксман я не хотела еще одну жизнь о боже мистер президент кстати а когда у тебя остальные на столке планируются к возрождению ну я в принципе тоже надеюсь а еще какие-нибудь план есть но dnd у тебя я уже видел зарядился я кстати я кстати почти дослушал старые почти дослушал старые но если мы сейчас все это решили найдено ли 21 мексикану стопили чилиц политическая игра сейчас можно нажать space чтобы понять правильно но то есть было так по книге или нет да все так по книге политическая игра но это так в частности мы сейчас закончим это дело и сейчас скажем сколько еще людей сделают так же пишут вот и ватсон пригодился да люди решившие дело так же как у 66% люди сделают такой же моральный выбор 64% ну что ж все господа кстати спрашивают а на столке я так понимаю что у тебя dnd был со стримом да вот сейчас спрашивают а все на столке будут со стримами ну возможно посмотрим если всем это будет комфортно то почему нет возможно доследите за следите за анонсами как всегда подписывайтесь на канал ставьте лайки как палыч пальцем вверх там все такое спасибо что сегодня смотрели спасибо тебе Лемин за то что рассказал такую интересную историю да пожалуйста мне самому так гораздо проще рассказывать чем пытаться сесть и рассказать планы тебе спасибо что ты вообще красавчик герой просто ну все дай хоть от тебя посмотрю то тебя там я вижу тебя сбоку точно маечку маечку еще отличная маечка да под эту маечку мы сегодня завершим стрим живите долго предпочитатель всем пока 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 и